Балетная Олимпиада. В Перми стартовал конкурс «Арабеск». Напомним, это один из самых сложных в мире балетных турниров. Он проводится раз в два года для молодых артистов и студентов хореографических школ страны, а также для хореографов. Конкурс имеет статус открытого, а потому в нем всегда активно участвовали иностранные граждане. В этом году их меньше, но они есть. Подробности в нашем следующем материале. На здании Пермского оперного театра флаги государств, чьи граждане прибыли в Пермь, чтобы участвовать в конкурсе «Арабеск». Конечно, большинство артистов из российских регионов много пермяков, но есть и иностранные танцовщики и хореографы. Некоторые из них живут и работают в России, а некоторые едут сюда. Мы ожидаем танцовщика из Франции. Мы очень хотим, чтобы он к нам приехал. Я не знаю, возможно, приедут танцовщики из Монголии, но это маловероятно. Еще у нас будет представитель Японии, представитель Турции, в конкурсе современной хореографии будет хореограф из Великобритании. Конкурс ни в коем случае не станет легче. Мы один из самых трудных конкурсов мира. Мы таким конкурсом были и мы таким конкурсом остались. Наши условия очень жесткие и сложные. Сейчас юные артисты проходят жеребьевку. Здесь определяется, в каком порядке они будут выступать перед жюри и публикой. Конкурс проводится по двум возрастным категориям. Младший – это участники от 13 до 17 лет. И старший – исполнители от 18 до 25 лет. Они будут исполнять номера из классических и современных балетов. Вообще, Робеск считается балетной олимпиадой. Он проводится раз в два года. Здесь очень строгое и опытное жюри. И в числе лучших танцовщиков оказываются действительно самые достойные. Это становится видно по их дальнейшей балетной карьере. Наша задача – найти тех, кто может потом продолжить славу русского балета. Я так не очень скромно говорю. Но, как правило, тот, кто у нас побеждает, он потом, в общем-то, звезда становится. Наши первые премии всегда становятся заметными. Их творческий путь, как правило, бывает интересным. Это творческий путь, по меньшей мере, ведущих солистов или мировых звезд. В этом конкурсе, как всегда, будут определять обладатели первой, второй и третьей премии. Высшая награда – Гран-при – вручается абсолютному победителю. Но таковых за всю 30-летнюю историю конкурса выбирали всего три раза. Как говорят организаторы, это должен быть выдающийся артист. И каждый раз рассчитывают увидеть его среди претендентов на победу. Нынешний конкурс пройдет с 19 по 30 апреля. Так как ковид-ограничения сняты, зрительный зал оперного театра готов вместить всех неравнодушных к балету. Юлия Зыкова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.